Всем привет! Меня зовут Неркин, и добро пожаловать на обзор нового снэпшота 20w10a, который плавненько нас относит к версии Майнкрафта 1.16, адское обновление, или же обновление Незера. Сегодня наш снэпшотик не шибко большой, но в нем довольно интересные вещички были добавлены, поэтому советую посмотреть до конца, чтобы быть в курсе всех добавлений. И поэтому долго тянуть резину мы не будем, и я сразу скажу, давайте будем начинать. Погнали! И начать пожалуй я хотел бы с того, что наконец-то нам добавили в Незер новые амбиентные звуки, их очень много, они присущны каждому из биомов, и я хочу буквально показать несколько, которые меня действительно напугали если честно. И как по мне, самое страшное что может быть, так это все в искаженном лесу, потому что сейчас я в нем именно и нахожусь, и здесь звуки самые страшные. Выскаженный лес, подобных амбиентных звуков было добавлено ровно 29 штук, все показывают понятное дело я не буду, это будет очень долго, но Вы это услышите, когда будете играть в аду, именно в этом биоме. Теперь я предлагаю сделать то же самое, только уже в Багровом лесу. Надеюсь Вам они тоже понравились, и к сожалению их уже в Багровом лесу чуть меньше всего лишь 20 штук. Плавненько переходим на пустоши Незера и послушаем какие же здесь есть звуки. Напомню, что это звуки из биома пустош Незера, и их тоже как и из искаженного леса 20 штук. А сейчас мы находимся в биоме долине Пескодуш и предлагаю Вашему вниманию амбиентные звуки с этого биома. Это были амбиентные звуки Сталины Пескодуш и опять-таки скажу, что их уже здесь 26 штучек, то есть больше всего в искаженном и также в долине Пескодуш амбиентных звуков 29 и 26. Надеюсь Вы их послушаете все и испугаетесь. Много кто спрашивает, Неркин, а где ссылка на скачивание снэпшота? Ты что совсем офигел? Признаться честно, я не думал, что таких людей много, но они есть. И это факт. Сразу скажу, что все снэпшоты я качаю прямиком из официального лаунчера Майнкрафта. Поэтому ссылки я не могу Вам оставить, но могу оставить ссылку на сайт nerkinshops.ru, где можно с легкостью найти лицензию Майнкрафта по очень низкой цене и наслаждаться новыми снэпшотами. Ссылка в описании. Ну и наверное перейдем к более важным вещам, хотя звуки это тоже не менее важные вещи, но к более видимым скажем так. Сейчас я показываю Вам все шесть разновидностей наших мотык в Майнкрафте и как думаете, что же с ними произошло? Разработчики Майнкрафта их на удивление улучшили, а не ухудшили. Давайте же посмотрим. Во-первых, у нас появилась возможность зачаровывать наши мотыги. Нет, возможность зачаровывать мотыги было и раньше грубо говоря. То есть раньше мы с вами могли взять мотыгу, закинуть ее в зачаровальный стол, но максимум на что мы могли зачаровать так это прочность, а уже все остальное там эффективность, шелковые касания, возможно удача для чего-нибудь. Это все накладывалось при помощи стола, ну наковальней обычной. Сейчас же это все изменилось и давайте мы посмотрим. Я открываю чердейный стол и закидываю, например, незеритовую мотыгу, лазурит и смотрите эффективности, прочности. Капец, интересно золотую мотыгу мы получим удачу, да мы получим удачу и прочность, потому что золотые вещи получают намного больше шансов лучших зачарований. Опять-таки прочность, эффективность как видите, но это очень топово, прям топово разработчикам за это спасибо, но это еще не все. Мотыги теперь тоже поменялись, у них появилась эффективность на разные предметы, например, алмазная мотыга будет очень быстро добывать, я не знаю, те же самые искаженные блоки наростов, и например, блоки наросты из Незера, как видите это все очень быстро, пока что я толком видите нет, это скорее всего нет, но если например эффективность, то будет быстрее, да. Я еще не разобрался со всеми, но например, странно, арбузы почему-то нет, тыквы тоже странно почему-то нет. Ну-ка. О, смотрите, а вот с нашими снопами сено, это работает все прекрасно, смотрите, бадам-бумц, бадам-бумц, бадам-бумц и стоп, красиво, не ясно с какими блоками будет работать мотыга, но она будет работать с теми блоками и на них будет работать и эффективность каждого из видов мотыги, каменная будет, медленнее чем железная и тому подобное, то есть классификация такая. Так что разработчикам 100% лак за то, что они вот сделали такую приятную штучку нам. Если посмотреть на список изменений, то разработчики также утверждают нам о том, что они немного изменили текстуру Незеритовых предметов, прям по-чисту и прям всех. Если честно, это мало заметно, то есть вы можете сейчас посмотреть у себя на экране, я не вижу каких-то супер различий между первым вариантом и вторым, но как мне кажется новый вариант, ну буквально ну капелечку, буквально малюсенькую капелечку ярче чем предыдущий. Вот и все, в этом все изменения мне кажется, больше ничего нет нового. Также у нас появилось, грубо говоря, три новых блока. Как видите, это обтесанные блоки и блоки всесторонние, которые имеют одинаковую текстуру со всех сторон. Вы все их прекрасно знаете, каждое дерево в Майнкрафте имеет подобные вариации себя. И если кто вдруг забыл, то крафтятся они вот таким образом. Чтобы получить всестороннее обтесанное дерево, мы берем обтесанное дерево, а Вы знаете как его обтесать, при помощи своего топорика и правой кнопкой мыши. Тогда Вы получаете обтесанное, а чтобы получить всестороннее обычное дерево, то Вам нужно сначала добыть стебель этого дерева и сложить его в четыре блока, тогда получим именно вот такой всесторонний. Плюс ко всему они получили свои названия и теперь это искаженный гиф, а вот это багровый гиф. С этим разобрались. И наконец-то, наконец-то это свершилось и разработчики Майнкрафта добавили вот этому прекраснейшему блоку функционал. Все Вы прекрасно знаете, что мы раньше брали назаритовый слиток, взяли алмазный нагрудник например, и вот здесь забирали уже назаритовую броню. Сейчас же это все изменилось и теперь бадам, бум! Мы получили конечно он страшненький такой, непонятненький как многие пишут апгрейд, то бишь улучшите, но все равно мы ставим алмазный нагрудник в первый слот, во второй слот назаритовый слиток и получаем назаритовый нагрудник. Бах! Это круто, это прибавляет новых возможностей в плане том, что теперь нужно будет ставить еще один блок-блок кузнеца. Но если Вам интересно, то вот например мы возьмем золото плюс вот эти вот как они называются назаритовые ломы, получим дальше назаритовые слитки, то есть все мы делаем именно в верстаке, слитки назаритовые. А вот уже улучшаем нашу броню в кузничном столе. Я не знаю почему, но разработчикам решилось изменить немного спаун наших рыб, именно мобов. Теперь, если мы уйдем от них на 64 блока по любой оси, то они задеспаунятся, это будет меньше напрягать грубо говоря Майнкрафт и должно улучшить производительность. Поэтому, потому что рыбы это самое главное зло в Майнкрафте, которое нагружает систему. Разработчики заявили, что они немного изменили систему бартера и они опять вернули песок душ в систему бартера. Теперь назаритовая кирка стала чуть реже попадаться, грибосвет убрали, искаженный гриб убрали и вместо этого всего добавили железный наггетс. Я не понимаю откуда у пиглинов должны быть наггетсы, но они почему-то есть. Если Вы вдруг интересовались темой переводов мобов и Вам это было важно, то теперь эта эпопея тоже закончилась. Во-первых, посредине Вы видите Хоглина, слева от него Вы видите пиглина, а справа от него Вы видите зомбифицированного пиглина. Все. Сами разработчики решили так, теперь они будут называться без возможности перевода и будут писаться транслитом. То бишь Хоглин, пиглин и так дальше. На этом в принципе я думаю, что мы можем закончить наш обзор. Он выдался довольно интересным, я думал он будет чуть меньше, но оказался он будет чуть больше чем я ожидал. Были еще изменения с багами, которые теперь скелеты и сушители могут нападать спокойно на пиглинов, то есть они теперь точно враждуют. Это был баг, который исправили теперь. Плюс ко всему появился теперь новый Т, который делает наши рамки невидимыми, это добавляет очень много разных финтиклюшек можно сделать с этим всем, а также их можно сделать неразрушаемыми, то есть вот такие еще небольшие изменения. Если я вдруг что-нибудь забыл Вам показать или рассказать, напишите про это мне в комментариях, я обязательно лайкну Ваш коммент, чтобы это видео стало еще более информативным, а если Вы здесь впервые, то не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. А с Вами как всегда был я Неркин, и помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому, еще услышимся!